все начинаем друзья меня зовут максим я закончила фипи центр вайхая и курс вот соответственно сейчас я поступил в университет получил грант сисен а 0-1 самый высший грант он включает себя обучение на четыре года проживания тянут у нас стипендия стипендия она тысячи но значит я читаю официальный offer который ко мне вот пришел на днях там написано если после второго года нет после первого года ученик то есть носитель гранта получает по всем предметам выше 90 ну то есть средний бам выше 90 то он может получить выиграть грант другого типа например президентский гранта от правительства и так далее мне главное стипендия у меня важность петь поэтому я намерен баллотироваться на этот грант а то есть выиграть конечно дикая была конкуренция потому что изначально все думали что мы поступаем в один университет но никто не знал куда поступать вот никто не проверял эти там нас просили там сделайте выбор никто этого не делал потому что банально не было времени на это банально не было времени сидеть и проверять какие-то университеты лучше и хуже и поэтому мы сидели учились 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 в хорбине от систем завезли еще учеников это было полгода там около шести месяцев мы учились тогда уже вот вот после полугода завезли еще учеников да да и она типа дошла информация им сказали учителя что гранты будут распределяться на них тоже и мы испугались дико ну типа началась паника прям реально паника почему самый минимум еще 50 человек претендует на эти гранты а они уже по семье там учили китайский то есть у них китайский был идеальный и мы но мы не знали что делать и поэтому мы решили сдавать очистки я тоже его сдал я сдал 4 очистки на 278 мы хотели обезопасить себя я начал смотреть как можно поступить не от компании потому что я боялся что я не получу грант типа какие еще там новые студенты которые семь лет учили китайский вот и я начал искать способы разные и по итогу я пришел к тому что на тот момент когда я искал самый лучший вариант это был сисе потому что те университеты которые могли еще принять и которые я успевал по срокам везде условия намного были хуже чем сисе то есть я просмотрел около ну 200 я думаю университетов посмотрел каждую заявку вот и условия везде были хуже чем сисе а те университеты где условия были лучше я имею ввиду как они называются чайни из гаван гранц короче вот эти вот вот там сроки очень короткие были и они были в апреле когда мы еще не могли дистать это тачки чисто физическим еще там нужно было готовиться по итогу я выбрался всем те люди кто думают что это будет легко либо же ничего делать ничего не придется то они ошибаются придется работать но не так сложно как как кажется минимум 12 часов мы изучали китайский в классе мы начинали с 8 утра у нас был два часа на обед час на ужин и до 9 вечера далее ты возвращаешься в общагу у тебя есть свободные два часа то есть ну чаще всего все равно учились потому что опять же материал много сдавали вот первое полугодие прошло очень легко второе полугодие было намного тяжелее потому что математика экономика бизнес у нас появились новые предметы очень много термины и терминов и проблема в том что иероглифы ты знаешь то есть ты знаешь как прочесть слово но ты не знаешь что она означает вообще то есть ты на него смотришь как бы это знаешь как написать да ты его легко запоминаешь но ты не знаешь что он означает и когда в тексте очень много таких слов ты уже просто пугаешься ты не знаешь как зазубрить Математика, китайский, экономика, бизнес Бизнес я не сдавал Экономика 96, математика 70 с копейками Китайский 92 На математику я реально забил Мы проходили то, что я уже в школе проходил То есть я это знал И в один прекрасный момент я понял, что я не знаю То есть вот-вот, знаешь, мы как шли-шли-шли Нога в ногу со всеми Вот, а потом я просто уже расслабился Я переключился на бизнес-экономику Потому что там реально интересно То есть ты получаешь те знания, которые ты до этого не знал А с математикой было не так Математику ты в школе учил и знания те же самые И поэтому ты, да ладно, что там, напишу и напишу А когда уже пробник пишешь Ты понимаешь, что ты не помнишь этого То есть зря я не повторял это Учитель у нас был суперский Учителя нам прислали из Пекина Мужик отличный Он объяснял нам все Крайне просто и крайне понятно Возможно, я еще из-за этого перестал ее учить Потому что было, ну, настолько просто Что прям, ну, казалось, что Ты все это давным-давно знал, да То есть ты родился с этими знаниями А вот с экономикой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!